Планета, вертись пока можешь. Готовьте документы, скоро поступление. Поговорим о плазме. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Виктория Бояринцева. Раис Республики Татарстан Рустам Миниханов встретился с директором Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Сергеем Пахомовым. Встреча прошла в Доме правительства Республики Татарстан. Участие во встрече принял ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. На встрече обсудили вопросы сотрудничества в области подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров. В культурно-спортивном комплексе Уникс прошла вторая серия научно-популярного фестиваля Геофест, основными темами которого стали в этом году география, геология и окружающий мир. О том, как определить соленость воды и научиться рисовать карты местности, смотрите в следующем сюжете. Вторая серия сегодня. То есть это будет бесконечный сериал. То есть это очень прекрасное мероприятие. Огромный низкий поклон федеральному университету за вот этот тематический проект. На площадке культурно-спортивного комплекса Уникс прошел научно-популярный фестиваль Геофест, где студенты разных направлений Казанского федерального университета представили зрителям и гостям мероприятия свои научные трудоисследования в области географии и геологии. Благодаря интерактивным площадкам гости проекта смогли своими руками прикоснуться к науке и на практике разобрать сложные физические явления. Нам отрадно знать, отрадно участвовать в таком мероприятии, в том числе потому, что это площадка для того, чтобы не только пообщаться с потенциальными абитуриентами, но и пообщаться с жителями, которым не безразлично, а географическая наука, которые хотят познать ее. Фестиваль состоял из двух основных частей – лекции и интерактивы, которые позволяли гостям немного иначе взглянуть на, казалось бы, сложные физические и биологические процессы. К примеру, на стенде, представленном Институтом геологии, была отличная возможность поближе рассмотреть обитателей флоры и фауны местных водоемов, а также изучить экосистему рек и озер. Им также давалось возможность в микроскоп понаблюдать за озерными дафниями, на конкретном примере увидеть рост и развитие водорослей, а также потрогать моллюсков и черепашек. Я представляю наш стенд, говорящий о загадочном мире озер. Здесь представлены обитатели озер и проекты, которые мы осуществляли на озерах, и научные работы, которыми занимались наши студенты. То есть люди могут потрогать черепашек, моллюсков, посмотреть в микроскоп дафни, который обитает в озере, посмотреть, какие растения живут. Кроме того, посетителям фестиваля удалось погрузиться в науку о космосе и узнать о движении и вращении нашей планеты и всей Солнечной системы. Гелеоцентрическая теория системы мира утверждает, что все небесные тела и объекты вращаются вокруг Солнца. Несмотря на неизмеримый размер космических объектов, на примере 3D-моделей даже самые маленькие посетители смогли потрогать нашу необъятную планету руками и разобраться в сложной терминологии. Мы показываем наглядно, когда и в каком месте бывает зима, лето, весна или осень. То есть мы на Земле, благодаря Солнечной системе, показываем, когда и где может быть теплее или холоднее. Еще одним из самых интересных интерактивов по праву можно считать мастер-класс по созданию карт. С помощью специальной программы гостям фестиваля предоставляется уникальная возможность разобраться в тонкостях картографии и ориентировании на местности, а также составить свою собственную карту, добавив в нее информационные сводки, медиафайлы или создать интерактивную карту, где помимо местности будет храниться информация об исторических объектах и многом другом. Также мы показываем один из мастер-классов, это программа Аргиз. Она одна из самых таких базовых и удобных по функционалу. Поэтому у нас уже есть некоторые базовые слои в этой программе. И просто тем, кому интересно это, они подходят и сами могут создать своими руками эту карту. Помимо познавательных интерактивов, гости смогли присутствовать на лекции, где им подробно рассказали об основных темах мероприятия. Это экологические вопросы нашей страны и планеты в целом, особенности защиты озер и других водоемов, а также географии из космоса. Все это приблизило посетителей на еще один шаг к науке и подарило незабываемые впечатления даже самым юным гостям фестиваля. На самом деле здесь много интересного, нам понравилось. Посмотрели самые красивые места России. Вот там Шихан очень красивый в Челябинской области. Улиток посмотрели, потрогали даже. Черепашек тоже. Черепашка, да. Напомним, что первая серия научно-популярного проекта «Геофест» состоялась в 2022 году. Гостям рассказали, что наука – это несложно. Нужно лишь найти к ней правильный подход. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. Традиционная конференция физика низкотемпературной плазмы этим утром стартовала в Казанском федеральном университете. Подробнее расскажем далее. В Казанском федеральном университете стартовала Всероссийская конференция физика низкотемпературной плазмы. Специалисты из Екатеринбурга, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска приехали в столицу Татарстана уже в пятый раз. Последние четыре конференции, сейчас уже пятая будет, проходят у нас здесь в университете. То есть это основная конференция по физике низкотемпературной плазмы в Союзе в свое время была. Сейчас в России. Отметим, что конференция проводится регулярно с 1966 года. Ранее ее организовывали в крупных городах Советского Союза. К примеру, она проходила в Минске, Ленинграде, Москве и Ташкенте. Затем на протяжении почти 15 лет в Петрозаводске. Поколение сменяется поколениями и светильники жизни отдаются из рук в руки, как эстафетные палочки. И то же самое происходит со знаниями, которые передаются из рук в руки. В ближайшие дни участники конференции обсудят темы, связанные с использованием излучения для очистки воды, возможностями применения плазмы для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также фундаментальные исследования коллег в различных областях. Конференция продлится до 9 июня. За это время ее участники смогут обменяться опытом и рассказать о своих исследованиях. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Приемная кампания Казанского федерального университета стартует уже 20 июня. О каких изменениях нужно знать, расскажем далее в сюжете. Вот-вот выпускники сдадут последние экзамены, и у них начнется новый важный этап – выбор вуза и подача документов. Приемная кампания Казанского федерального университета стартует 20 июня для всех абитуриентов в рамках общего конкурса и завершится 25 июля. Для ребят, планирующих поступать, сдавая внутренний конкурс, необходимо знать, что документы нужно успеть подать до 15 июля. Мы стараемся развивать наши онлайн-методы подачи и популяризировать в целом подачу документов через наш личный кабинет. Это социальная сеть Казанского федерального университета «Буду студентом». Также можно подать документы через портал государственных услуг, через сервис «Поступив вуз онлайн». Стандартные методы, как очный прием, личный прием и подача документов через почтового оператора, она, конечно, осталась, но ежегодно она становится все меньше и меньше. Одними из самых часто задаваемых вопросов традиционно становятся направление и количество бюджетных мест. Обо всем поподробнее. В этом 2023 году КФУ с учетом филиалов предлагает более 7300 бюджетных мест по направлению подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры по всем формам обучения. В Елабужском институте открыто более 500 бюджетных мест, а в Набережно-Челнинском почти 1000. Подача в этом году отличается немножко от прошлого года. Абитурент подает заявление «Единое» в ВУЗ и приоритализация, она сквозная. То есть он может выбрать направление как Елабужского института, либо Набережно-Челнинского, так и Казанского университета головной организации и добавив все направления в рамках одного заявления. Казанский федеральный университет – ВУЗ классический. Вся его команда ежегодно трудится над развитием образовательных программ. В этом году есть ряд новых направлений, например, архитектурная, которая ранее в КФУ еще не была представлена, а также биотехнологии и биоинженерия, которые обладают рядом преимуществ. Направление, которое новое в этом году получило бюджетные места – это биотехнологии, биотехнологии и инженерия. Очень интересное направление, очень такое, можно сказать, в ногу со временем. И ребята, которые его выберут, можно сказать, угадают с будущей профессией, потому что это сейчас очень востребовано на рынке труда. Что касается иностранных граждан, то на сегодняшний день они уже прошли первую волну внутренних вступительных испытаний. Прием стартовал в марте, однако первые приказы будут опубликованы не раньше июля. Прием заявлений продолжается. На сегодняшний день это более 7 тысяч заявок уже и практически 5 тысяч человек. То есть мы приближаемся к этой цифре. С 15 июня «Горячая линия» начнет свою работу в боевом формате. Более 20 операторов будут на связи для того, чтобы ответить родителям и самим абитуриентам на все интересующие их вопросы. Если вопрос не требует отлагательств, то всегда можно позвонить по номеру приемной комиссии. 292-73-40. Казанский федеральный университет улучшил свои позиции в блоке «В-Импакт». ВУЗ оказался на первом месте в параметре содействия устойчивому экономическому росту и на позиции 1-3 в параметре партнерства в интересах устойчивого развития. Этот рейтинг показывает вклад в социально-экономическое развитие. И по большому счету это рейтинг социальной активности ВУЗов и вклад в их общественное развитие. Цель этого рейтинга – показать, насколько наш университет соответствует и СИЖ-повестке. Вы помните же, это «Ecology», «Social and Governance», то есть это экологическая и социальная политика и взаимоотношения с государством и участие в общественных проектах. И мы очень рады, что именно по тем приоритетам, которые выбраны нашим университетом, именно там у нас и есть основное продвижение проекта. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялся визит делегации посольства Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации. Темой визита стало развитие сотрудничества между странами. С творческой интеллигенцией и активом Русского национально-культурного объединения Республики встретился сегодня Раиста Тарстана Рустам Миниханов. Встреча прошла в музее Горького и Шаляпина. КФУ на встрече представляла доцент Института филологии и межкультурной коммуникации Лия Бушканец. В Казанском федеральном университете состоялись Дни Африки. В этом году мероприятие прошло в честь празднования 50-летия Клуба интернациональной дружбы по инициативе активистов Клуба и Союза африканских студентов. На этом все. В студии была Виктория Бояренцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok